Много праздников в году, отмечаем мы в саду. Только праздник лишь один, настоящий для мужчин. Защитники Одинеста идут за рядом ряд. Защитники Одинеста выходят на парад. Защитников Одинеста поздравить каждый раз. Защитников Одинеста, предметы всех ребят. Присоединяюсь к Александре и всех защитников Одинеста, всех мужчин поздравляю с этим праздником. Вы наша опора, защита и надежда. Пусть вам всегда сопутствует удача, у вас будет крепкое здоровье. Во всей нашей жизни будет только мир, счастье и любовь. По утру они опять проснулись. А их встретил сегодня страшнейший снегопад с мокрым снегом, дождем, настом таким, что... Слышите, как можно такой снег убрать? Никак, сначала надо продолбать. Хорошо, Борисыч, своим снегоупорщиком. Доброе утро всем, дорогие мои девочки. Давно и не было называться. Целую неделю стояла достаточно морозная погода. Минус 28-25 всю неделю. Ну, а сегодня возьмите, получите, распишитесь. Февраль, однако. Снег положен. Ну, опять не хочется, что его... Ну, так много, только в валенках пройти. В общем, зарядки давно и не было. Засидела Светочка, берется за лопату и пошла, что называется, как мама говорит, пошла наяривать. Свет бы надо в светелке выключать, но к ней не пробиться. Сначала дорожку надо вычистить. Девять утра, пора уже. Вроде и светло, но не пролезть. Добрела, зачистила. Надо выключить свет. У меня тут очередная будет успаковочка вам. Ох, где тепло-то. Какой-то сегодня снежный квест, честное слово. Уже полтора часа чистим. Вот такие вот горы. Недавно чистили все теплицы, они опять. Но здесь вот такая копель. Просто весенняя. Но, честно, лучше бы ее не было. Потому что как-то очень тяжело. Очень тяжело такие горы снега нарывать. Вы посмотрите, что творится. Живем в каких-то снежных барханах. Ну и домой надо бежать, переодеваться. Ой, что ж такое творится-то с погодой? Не февральская, одним словом, а может февральская. Но зачем дождь, непонятно. А дождь прямо идет такой сильный. Слышите, может даже слышите, как он звучит, этот дождь. Дождь явно весенний. Вот третья тачечка уже пошла снега. Чтобы проехать, надо сначала дорожку вычистить. Иначе даже тачка не едет. Дорогие друзья, уже опять катакомбы, как я говорю. Уже опять ходим в снег. Лыжи головы. Хорошо дорогу чистят широко, что можно вот вдоль дороги насыпать. А видите, какие мы мокрые-то? Потому что дождь идет. Как будто весна. Иначе уже насквозь будем мокрые. Сейчас дорожку вычистим. Там да тут. И на сегодня пойдем переодеваться. И зачем мы полтора часа назад убивши, называется убивши, чистили снег. Вот сейчас опять с крыши сюда съехал. Вот прошло полтора часа после моего видео. Посмотрите, дорогие друзья. Что творится? Что творится? Все, уже лужи. Сам бы растаял, правда? Сам бы растаял. Тут мы даже ручейки сделали. У нас здесь комбинационный люк. Потому что, ну, ливень страшнейший. В общем, такой летний-летний ливень. Капает даже везде-везде. А вот эту водичку я сейчас накапаю и возьму к себе в светелку. Поливать свои растения. Вот. На улицу, в общем, хороший хозяин и собаку. Не выгонит, что называется. Во, везде сколько воды. Все растаяло. А завтра минус 15. Что будет, вообще непонятно. После такой тяжелой работы всегда хочется пить. Пью чай, прям две чашки выпиваю. Ну, потому что пришла вот вся мокрая. Напряженный, тяжелый труд. Сразу завариваю Ольгин чай. Ольга – это моя сестра, которая ведет телеграм-канал канал «Копилка здоровья». И, естественно, все о здоровье. И вот завариваю этот чай, который у нее такой, зимняя сказка называется. Там и перец, и имбирь, и все. Знаете, он как бы поднимает силы. Это вот сейчас. Просто именно и так разогрелся, и будешь еще более активным. Ну, две ложечки. Тут и шиповник. В общем, состав богатейший, и мне очень нравится. Вот завариваю себе прям пол чайника. Вечером пью ее чай успокоительный. Вот с таким составом, видите. Мне очень хорошо для сна. Я со сном борюсь. Он зеленым чаем. Китайский зеленый чай с травами. И приливы хорошо снимает. После бани мы пьем чай после бани. Вот. Он совсем уже другой. И другие травки, другие цветочки, которые еще больше под отделение. нам усиливают, чтобы выгнать все шлаки. Ну, от простуды есть тоже чай. Тут с огромнейшим набором травок. И вот сейчас заварю. И тем самым отдохну, попью чай. Иногда даже два бокала. И за новые дела. Новых дел тоже очень много. Нужно укутать. Пять минуток. И готово. Вкуснота, дорогие девочки. Такой чай я пью даже без всяких конфеток. Очень хочется пить. А он, ну, такой динамичный у него вкус. При этом никаких отдушек нет. И никаких сильных таких запахов нет. Вот этот чай у меня перебил мой любимый. Вот у меня еще целая банка любимого чая, который я сама делаю. Иван-чай. Так что подсела на чай сестры. Иван-чай пока забыла. Ну, здесь есть и входит Иван-чай. Во многих чаях есть Иван-чай. Вот такая история. Ссылочка в описании. Если вы хотите, на 8 марта Ольга нам предложит целые наборы со скидкой в подарок для своих любимых подписчиков. Так что по ссылочке можно перейти и посмотреть. И еще там найдете тысячу и один совет. Именно практический совет. Не переписанный откуда-то. А то, что увидите сами видео, как мы применяем все народные средства нашей мамочке, чтобы она жила очень долго. Вот ей только исполнилось 82 года сейчас на днях. Ну, естественно, здоровье хромает. Но мы ее поддерживаем в том числе и травами. Все, кто не боится народной медицины, все, кто не боится трав, вот, пожалуйста, приходите на канал Копилка Здоровья. Мне лично помогает. Дорогие мои, кто не любит тыкву, значит, вы ее полюбите после прекрасного рецепта тыквенного кекса. Даже новую книжку завела. Вот. И тыквенный кекс у меня здесь на первой странице. Итак, для этого кекса мне нужна мука, сама, естественно, тыква, сахарный песок, яйца. И я замочила курагу и изюм, разрыхлитель, соль, сахар, и цедра апельсина, и немножечко сока апельсина. Апельсин с тыквой, естественно, друзья, подруги. Делать все, ну, крайне легко. И крайне быстро. Начну с тыквы. Мне необходимо 200 грамм натертой тыквы. Тыква у меня своя собственная. Вот этот сорт, который называется «Жемчужина», выросла на канале у Светланы Лодисад, всего две штучки. Очень удобно. В ней практически нет семян. Посмотрите, какая мякоть. Ну, тоже как апельсин, согласитесь. Вот. Ну, чищу тыкву, натираю на терке, и взвешиваю ровно 200 грамм. Теперь сюда добавляю цедру апельсина. Ну, не любите, конечно, этого делать не надо. И вот я отжала сюда еще сок апельсина. Вот так. Перемешаю, и пусть они пока стоят подружатся. Такого блюда, к сожалению, нет в моей достаточно новой книжке, которая называется «Вкусный воскресник». Или «Простые рецепты на каждый день» от Светланы Лодисвет. Здесь собраны все рецепты, очень простые в исполнении. Сделает любая хозяйка, как начинающая, так и имеющая опыт в приготовлении блюд. Если вы скачиваете это пособие в электронном виде, меню кликабельно. То есть нажимаете и попадаете на тот рецепт, который хотите. Можете заказать эту книжку в печатном варианте. Цена, конечно, будет другая, но вот получите именно такую книгу, которую я листаю. Если хотите в печатном варианте, пишите мне на WhatsApp. Если в электронном, ссылочка будет в описании. Ну, в принципе, каждого ролика, где я кулинарию. И вы можете скачать такую книжку и распечатать сами там, где производит такие виды услуг. Прекраснейший подарок. 8 марта. Одним словом, очень хорошее пособие с простыми, легкими, сытными рецептами от нашей семьи. Апельсин просто еще больше тыквы сделает вкусно. Посмотрите, какая она красивая. Обожаю рецепты, когда их можно сделать, что называется, на раз, два, три. Три яйца, пол чайной ложки, сахарный песок. Все ингредиенты написаны в рецепте ниже. Просто перемешиваем. Вбивать особо ничего не надо. Конечно, лучше, если бы у вас сахарный песок растворился. Добавляю сюда три столовые ложки растительного масла. И опять слегка перемешиваю. Теперь сюда добавляю тыкву с апельсиновым соком. И тоже просто перемешиваю. И тыква и апельсин очень даже активно запахли. В муку добавлю чайную ложку разрыхлителя. У меня свой разрыхлитель. Мне чайной ложки достаточно. Вы можете использовать пакетик разрыхлителя. Муку перемешиваю с разрыхлителем. и добавляю в эту смесь. Вот, пожалуйста, тесто готово. Сколько прошло? Три минуты в буквальном смысле. Но это еще не все. Сюда пойдет в тесто изюм и курага. Чтобы изюм распределился в тесте хорошо, я его вот так вот обработала рисовой мукой. Рисовая мука замечательный продукт. Тесто мое готово. Вот такой оно консистенции. Ароматно пахнет, вкусно. Форма. Я форму все отдала растительным маслом. Вот. И сюда аккуратно кексы любые. Очень хорошо пропекаются в таких формах, где нет серединки. Потому что кексы они пекутся достаточно долго. Вот этот кекс будет выпекаться 40 минут при температуре 180 градусов. Ну вот, дорогие друзья, мой кекс готов. Вытащила его из духовки. Выпекался 35 минут. Сейчас я хочу его переложить. Предготовила из двух половинок бумагу для выпечки на плоскую тарелку, потому что хочу сверху украсить глазурью. Смотрите, дорогие друзья, все, мой кекс готов. Это я его перевернула на обратную сторону. Вот так он выглядит. Вот сюда в серединку. Ну это опять мое ноу-хау. Вы можете этого совершенно не делать. А мне нравятся сочные серединки. Можно кушать вместе с фруктами. Я вычистила апельсин. Ну от всех там корочек. Вот так. вот когда будем резать, но они будут выпадать и это очень вкусно. Украсила шоколадом одним словом, а сверху еще посыпала кунжутом. Мне кажется, кунжут на шоколаде пристает и это очень полезно, очень вкусно. Ну и давайте разрежем. Показываю вам кекс. Вот такой он получился сочный, с изюмом и курагой. Еще пока теплый. Вот посмотрите какой он. Просто прелесть. я попробовала. Он не сладкий. Нужно еще взять цитрусы. И вообще получится исключительно вкусно, потому что они дают кислинку. Вот смотрите. он именно сочный кто любит. И вот с шоколадом и с цитрусом. Это вкуснятина. Очень хорошо наверное кофе. Цепки очень простые, легкие, которые смогут получиться даже у начинающего кулинара. куринара. Продолжение следует...